Урбан. Программа о городских проектах. Промокают по весне калоши, гаснет примус и в клопах матрасы, но зато иудушка Калошин перенесет сегодня ананасы. Ананасы здесь, у древней вятки. На подходе сливы и арбузы. И в мечтах о море все в порядке. Снятся пляжи, галька и медузы. Дальняя Европа дивно слово. Отогреем душу мы голландкой. И не зря ведь церковь Слободского средь людей зовется парижанкой. И вересники, как дух Венета, росписи, иконы, верх шатровый. Не волнуйся, вятка, скоро лето. И ныряй в сугробище метровый. Это действительно программа Урбан. В студии. В студии Светлана Занько и Максим Ситников. Всем добрый день. Всем привет. Как сделать наш город лучше? Слушайте Урбан. Программу о городских проектах. Каждые две недели. По средам. В 11.06. Сделаем наш город лучше. Вместе с системой Глобус. Ну вот, да. Мы поздравляем Максима с его премьерой в программе Урбан. И сразу же представим наших гостей. Один из которых – это автор стихотворения, которое я прочитала. Да, замечательно. Павел Гнилорыба здесь, в студии. Привет. Добрейшее утро. Да, Павел Гнилорыбов. Российский историк, писатель, москвовед, публицист, журналист, создатель телеграм-канала «Архитектурные излишества» и создатель проекта «Моспешком». Уже не первый раз у нас в студии. И вместе с Павлом там приехал Алексей Солнышков, сотрудник музея истории «ГУЛАГа» и редактор телеграм-канала «Архитектурные излишества». Алексей, привет. Да, приветствую. У нас интерактив 211-101, номер телефона прямого эфира. Начинаем потихоньку его забывать. Не надо. Сегодня мы можем общаться с вами, слушатели, и вы можете звонить нам в прямой эфир. Мы анонсировали вчера приход ребят в нашу студию. Не зря абсолютно пригласили их конкретно в Урбан. Естественно, мы не могли пройти мимо новой вашей экспедиции, которая должна затронуть Слободской Кукарку, бывший Советск, нынешний Советск. Они переименовали еще в Яранск, Уржум и Лальск. И мы знаем, что вы приехали вчера и успели уже посетить Вересники. Ну, твоя любовь к Вересникам известна, Паш. Вересники – это действительно вятская Венеция, и ее никто толком до сих пор не исследовал. Был очень хороший материал Саши Коробейниковой на своем Кировском в прошлом году, который посвящен Вересникам. Но это рай для городского социолога, это рай для антрополога. Туда вот бы из Шанинки, из какого-нибудь другого московского вуза, из вышки, из какой-то институции сделать экспедицию полноценную. Пока все не исчезло. Пока все не исчезло, да. Потому что, во-первых, район уникальный, туда попадаешь, это абсолютно декорация 1950-х годов. Там можно сериал «Ликвидация» снимать, ну, с поправкой, конечно, на местность. А так, ну, действительно ничего не изменилось. Плюс люди те же самые, плюс там вот сама топонимика. Там есть, какие улицы? Сплавная, Лесозаводская, Пристанская. Вот такая вечная мечта о море, действительно. Вот. И вода всегда дает местности дополнительную капитализацию. Вот вид на воду, если есть, это всегда плюс 10% к стоимости жилья. А в вересняках получается вот так вот наоборот. Понятно, что они исчезнут. Эти деревяшки, хотя мы не называем их деревяшками, мы называем их памятниками позднего сталинского зодчества, такое сталинское баракко. Понятно, что их практически не спасти. Но, тем не менее, хотелось бы или альбом, или исследование какое-то. Книжка получится, правда, качественная. У нас не хватает городской социологии. Мы не знаем, в каких городах мы живем. Совершенно верно. Вот в минувшую пятницу у нас был большой семинар. Приезжали эксперты КГИ, Кудринская школа. И они как раз... Первая сессия Александр Антонов ее проводил. Мы пытались позиционировать город Киров. Он задавал вопросы в аудитории. Во-первых, сфотанализ провели. Во-вторых, задавал вопросы в аудитории. Как вы себе представляете город? Вот он что? Что он такое? И дальше полилась, ребята, такая история. Мы хотим, чтобы мы были такие. Приходили инвесторы, вкладывали деньги, чтобы тротуары были, дороги и так далее. Никто не мог сказать, а что такое город Киров? Каким мы его видим? Что бы он был такой в представлении любого человека, который сюда приезжает или не приезжает, но спрашивает, что такое город Киров? В моем представлении город Киров по-прежнему остался городом, который испытывает такой поствоенный синдром. Депрессивный несколько городов. Да, поствоенный синдром, потому что все равно ключевые предприятия – это бывшая военка и нынешняя военка. Все равно большинство населения там трудится, население там трудится. Пока еще не горожане в полной мере, на мой взгляд. И все памятники, которые ставятся, это воспоминания о войне или о трудовой доблести и прочее. И нет, я почему-то тут сразу же вспомнила, когда мы делали эфир с Волгоградом. Волгоград там трудился над новой концепцией новогодних праздников. И они говорили, что нам как-то надо оторваться, сохраняя память, но оторваться все-таки от этой тяжелой печати трагических событий, которые там проходили. Как-то людям дать возможность посмотреть в будущее и настоящее свое раскрасить. Вот у нас тоже такая история. Я бы сказала, что мы все испытываем вот этот вот такой синдром. Я не знаю, почувствовали ли вы это? Мы, несомненно, чувствуем этот довольно депрессивный, может быть, постфевральский, когда все доставали чернила и плакали синдром. Но, тем не менее, большинство жителей Вятки – это действительно, наверное, бывшие крестьяне, максимум горожане в двух-трех поколениях. Которые? Да. Ну, я именно про большинство жителей. Но ведь стоит эксплуатировать образ Вятки до 1917 года. Это очень хороший образ, который мне нравится. От Александра Невского собора захватывает дух. Это город с общественными пространствами, площадями. Это город, где вот тот самый Юдушка Калошин, уже сегодня упоминавшийся ананасы, выращивает. Я напомню, что в Кирове не было особенно революционной заразы, несмотря на наличие диорамы, других музеев. Специально поинтересовался, из 60 тысяч населения города рабочими были 2,5 тысячи. А остальное – это как раз мещане. Это начало 20-го века. Перед революцией. Мещане, купцы. И знаешь, что особенно поразило? Это грамотность. Грамотность среди мужчин – 95%. Прошу прощения, 91%. Грамотность среди женщин – 85%. Это сравнимо с прибалтийскими губерниями. Хотя по всей Российской империи грамотность была 20%. Ну, то есть, стоит культивировать всё-таки образ несколько другой и спросить у кировчан, кто мы, зачем мы. Ну, вот, например, бьются горожане, и мы знаем, что уже не первый год пытаются сделать музей в доме замечательного архитектора Ивана Аполлоновича Чарушина. Назовите именем Чарушина улицу. Или вот используйте в качестве символов уже то, что в городе существует. Ну, вот, например, символ Москвы – это Шуховская башня. А почему трамплин «Спартак» не может быть символом Кирова? Трамплин на филейке, вы имеете в виду? На филейке, да. Почему он не может быть образцом вот такого взлёта? Или какие-то вот интересные особенности. Например, ни в одном городе России нет знаменитой вот этой улицы Кушто. Наверное, 95% кировчан, да и мы сами вот только сейчас погуглили, что это комбинат учебно-технического школьного оборудования. Можно этому Кушто придумать биографию, как подпоручику Киже. Здесь и есть над чем работать. Говоря о символах, вот как раз упомянули трамплин на филейке. Я так понимаю, вы в том году говорили, что хотели бы посетить этот микрорайон. Вы его посетили, да? Да, мы в филейку излазили хорошо так. Это было в прошлый приезд или в нынешний? Вы вчера только приехали. Ну, это было в прошлый приезд. Какие впечатления остались от этого района? Ну, филейская идентичность существует, что могу сказать. Что это значит? Что такое филейская идентичность? Ну, вот как в Москве 120 с чем-то районов, и каждый из них считается отдельным городом. Вот там существует вся необходимая инфраструктура, чтобы из района не выезжать. И это иногда страшно. Потому что вот живешь на филейке, женился на филейке. Умер на филейке. А центр города тебе вообще не нужен. Тебе не нужен музей Салтыкова-Щедрина. Тебе не нужен художественный музей. Тебе не нужны Воснецовы. Это проблема ключевая у всех городов. То есть вот где-то там есть торговый центр. Он используется как общественное пространство. А сюда мы выберемся зачем? На день города. На 9 мая. На 9 мая, да, и какой-то еще праздник местный. Там на ярмарку масленичную перед администрацией. Это совершенная правда. Я с удивлением обнаружила в этом году, что мои родители не выбирались на набережную. Десятилетия. Десятилетия. Они понятия не имели, что вот есть нижняя какая-то уже, набережная намечается. Что там какие-то изменения. Вот это вот нет. То есть маршрут, маршрут свой дом, дача, это главный маршрут всех людей, которые вышли на пенсию. Такая вот история, к сожалению. Хотя город, когда мы говорим о его жизни нынешней и о будущем, это город, где все люди выходят на улицу. И там они общаются. И пожилые люди, и молодые, и подростки, и кто угодно. Ну вот сейчас, в конце февраля, начале марта, на Кировских улицах довольно затруднительно собираться. Вы оценили, да, масштаб. Это точно. Но мы специально сделали с Максимом вот такую водную, чтобы просто наши слушатели ощутили, что Павел здесь не в первый раз. И он прочувствовал этот город и понимает, о чем говорит. Но уверена, что у всех сейчас там вопрос, о чем приехали нынче, зачем, куда. И, исходя из того, что вы написали в Фейсбуке о том, зачем вы едете сюда, я сейчас и к Алексею обращаюсь тоже. Вы написали, что вы намерены посетить вот как раз лободскую кукарку Яранскую, Ржум и Лальск. Надо мне подменять местами советскую кукарку. Еще Молныш добавился, еще Котельнич добавился, еще Орлов добавился. Молныш, Котельнич, Орлов, почему в этот раз вы едете в эти города? Какие у вас намерения? Ну, дело в том, что мы... А, подожди секунду, мы должны прерваться на полминуты, правильно, да? Я спрашиваю нашего звукорежиссера и продолжим так. Редакция телеграм-канала «Архитектурное излишество». Сейчас у нас в гостях Алексей Солнышков, редактор, и Павел Гнилорыбов, автор проекта. Итак, мы сейчас насчитали раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь городов, в которых вы намерены побывать. Это районные центры Кировской области. Какие у вас цели и задачи? Мы переходим к тому, чтобы делать областные экспедиции в такие города, которые не сразу москвичу, может быть, приходят в голову при упоминании. У нас в России все-таки больше тысячи городов, из них треть входит в этот список городов со сложным социально-экономическим положением. И я действительно давно хотел побывать там, условно, в Иранске, «Жизнь посмотреть». И сейчас просто нет таких проектов, даже на Ютубе есть проект общественного телевидения «Малые города России», но он очень напоминает перестроечное телевидение. Мы бы хотели посмотреть и на эти города, и посмотреть, что там в последние годы сделали в рамках вот этой программы формирования комфортной городской среды, о которой мы тоже можем поговорить. Помогла или навредила. Да, помогла или навредила, потому что жители на днях голосовали, часто выбирают ужаснейшие проекты. Это связано с глубоким кризисом эстетическим, кризисом вкуса, кризисом архитектурной школы, опять же, отсутствием денег. Когда пытаются по площади большого пирога размазать маленький кусочек вологодского масла. Ну и мы приехали действительно показать, что Кировская область – это не вот те стереотипы, которые вы сами не можете обозначить на вот этих всех панельных сессиях и многочисленных форумах. Мы сами хотим понять, что это такое сложный, интересный, дышащий, живущий организм. Я напомню, что моим главным окном в мир и главным средством массовой информации является газета Кельмесского района. Районная? Да, «Сельские огни». Я ее просто открываю каждый день, потому что, чтобы знать жизнь России, нужно читать районные газеты. И «Сельские огни» – это просто нечто чудесное. Там есть икры, ветерские материалы. Кикнуры. Это Кикнур. Это Кикнур. Да. «Сельские огни». Газета Кикнурского района. Кикнурского. Ничего, что ты перепутал. Я бы тоже перепутала. Нет, в данном случае мне интересен прежде всего образ, естественно. Точно так же у меня есть несколько любимых районных газет из Тверской и Калужской областей. Но вот в Кирове такая. Как это будет происходить, может быть, Леша расскажет. Вы приедете завтра куда собираетесь? Или сегодня, может быть, уже вы едете? Сегодня мы поедем в Слопоцкой, потому что это близко. А завтра мы поедем как раз в Малмыши и в Уржум. Мы сначала пройдемся по основным точкам. То есть мы сначала готовимся. Читаем историю городов. Находим важные архитектурные памятники. И стараемся вписать их в историю города. То есть не просто провести какую-то такую экскурсию. Посмотрите сюда, посмотрите сюда. А как-то передать смысл и идею, почему именно в этом месте стоит именно это архитектурное произведение. Почему город так рос, так развивался. То есть мы стараемся как-то показать развитие всего этого. Без вырывания из контекста. Именно в контексте показать все эти места. И тут ключевой источник, это, конечно, подслушано каждого из этих городов. И мы сразу понимаем, что жителей волнует. Паблики, да? Да, паблики, да. Но судя по паблику «Злой кировчанин», извините, архитектура – это не первая. Но это не тема «Злого кировчанина» архитектура. И даже не десятая, что волнует людей. А так в итоге мы снимаем материал, потом через некоторое время выкладываем на наш канал. То есть это будут видео такие, да? Видео экскурсии или что такое? Ну, как раз мы не хотим экскурсии. Да, это документальный фильм. Это документальный фильм. По каждому населенному пункту, да? Да, мы приехали к вам делать контент. Класс. А где мы сможем потом это посмотреть? Как вы это будете использовать и распространять? Это будет на нашем YouTube-канале «Архитектурное излишество». И это наша первая попытка выбраться действительно за пределы областных центров и городов, ну, скажем так, крупнее 300 тысяч. А почему с Кирова решили, с Кировской области начать? Ну, потому что у нас здесь есть определенная подушка безопасности и много знакомых. А, отлично. Да. А сколько вы закладываете на саму экспедицию, потом на обработку материала и выпуск фильма? На самом деле мы стараемся все делать в течение месяца. То есть мы сначала готовимся где-то неделю, потом мы неделю тратим на, собственно, изучение материала на месте и съемку. И где-то вот две недели у нас уходит на монтаж, режиссуру. Там мы общаемся с Пашей и публикуем этот материал. То есть, в принципе, месяц. К майским мы уже увидим кино. Мы, возможно, даже вот сейчас начнем по вечерам какой-то материал обрабатывать. Возможно, про вересники что-то опубликуем уже прямо здесь, находясь здесь. Начнем такую подготовку, скажем так. А вот я хотел спросить, Паш, вы осматриваете паблики, что-то, естественно, вы готовитесь по материалу. А с жителями вы общаетесь? Или вас интересуют только объекты, как дома? Ну, любой губернатор, когда ему нечего показать, любой чиновник начинает говорить, ну вот вы знаете, главное богатство нашего города – это все-таки люди. Нет, мы стараемся особенно не контактировать, чтобы не замыливать взгляд, потому что взгляд местного всегда остается взглядом местного. А все-таки методика изучения городов, она примерно одинакова. Историческая урбанистика – это вполне себе дисциплина, которую учат уже в десятки российских вузов. И вот мы стараемся все-таки проводить такое невключенное наблюдение, такое немножко наблюдение со стороны. У нас слушатель на связи, правильно я понимаю? Давайте примем звонок 211-101. Добрый день, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Татьяна. Татьяна, пожалуйста, вопрос, реплика, предложение. Слушаюсь с большим интересом, ребят. И вот хотел бы у вас, группа поддержки есть такая? Ну, я поняла, что все равно есть знакомые, есть друзья. Но мне хочется поучаствовать вот в процессе. Хочется посмотреть и, ну, не знаю, может быть, где-то помочь. Где-то... Татьяна, это очень неожиданный и приятный звонок. Расскажите о себе немного. Почему вы хотите вылиться в такую экспедицию? Вот послушала и почувствовала в душе. А сами-то вы чем занимаетесь? Я сейчас отдыхаю. Замечательно. Я, честно говоря, на пенсии, но мне хочется... Вернее, я вообще любил активный образ жизни. Приходите по... Потому я свободна, и поэтому я могу... Ну, как бы... Не могу и хочу. А вы жительница Кирова? Да. А в Кирове родились и живете или приехали откуда-нибудь? Нет, в Кирове родилась и живу. А часто вы езжаете в другие города нашего региона, нашей губернии? Скажем так, не очень часто. Но я по России жила во многих городах. И раз вот вернулась. А интересно, из этих городов, которые вы услышали и ребята намерены посетить, где вы были? Слободской, Советский, Иранск? Слободком. Слободком было. А Советский, Иранск, Уржум, Лальск? Нет. Молныш, Кательнич, Орлов. Понятно. Но есть предложение у ребят? Ну, вот. Да, есть предложение. Сейчас Паша скажет. Спасибо большое за ваше желание нам помочь. Мы 9 марта в Кирове будем проводить мероприятие, фестиваль исторической урбанистики. Приходите, пожалуйста, к 6 часам в культурный центр «Пятый этаж». Это ленина 119 на пятом этаже. Вот. И мы там будем общаться с нашими читателями и заодно лекцию проведем. И мы сможем поговорить, детально пообщаться. Вот. И такое, правда, редко в городе проходит. Спасибо, Татьяна. Да, я поэтому это интересовала. Спасибо вам. 211-101 номер телефона прямого эфира. Вот. Главные семьи подошли. На самом деле. Человек звонит, он хочет поучаствовать в этом процессе. Есть потребность. Всю жизнь живет в Кирове. Была только в Слободском. Ну, на самом деле, что касается общения, непосредственно, когда мы снимаем, мы привлекаем внимание, потому что даже вчера мы в Вересниках были, и к нам подходили, спрашивали, зачем мы снимаем. И, в принципе, в итоге все равно даже такое мимолетное общение, оно помогает какое-то ощущение от места передать. То есть, чтобы это не было как-то, опять же, вырвано из контекста, когда люди делятся какими-то даже эмоциональными переживаниями, это помогает потом как-то передать эмоции, настроение этого места и атмосферу. Помимо непосредственно, да, архитектурных, городских, урбанистических каких-то особенностей, но и какую-то вот частичку жизни. Так что, на самом деле, общение вот такое во время процесса, оно тоже помогает во многом. Просто, понимаете, есть архитектура, есть ЖКХ. И очень часто мы снимаем про какой-то очень интересный рабочий поселок, скажем, 20-х годов. Мы прекрасно понимаем, что там не лучшее состояние коммуникаций. Но для нас, прежде всего, важно рассказать об этом поселке 100 лет назад. Каким он задумывался, почему именно так выглядит. Выходят местные жители, и мы понимаем их боль. Они написали уже в 25 министерств. Напишите, какие у нас лопнувшие трубы. Напишите, у нас скоро крыша там обвалится. Ну, мы, к сожалению, не всероссийский орган подачи жалоб даже. И мы говорим, что мы понимаем ваши проблемы, но мы не про ЖКХ. И вот мы столкнулись с тем, что, да, получилось содержать несколько градозащитных побед. Это вот дом Булошникова в Москве. Ну, пока такая очень шаткая ситуация. Это город Боровск, который отстояли практически всем миром. Это город Королев, по которому Владимир Путин дал отдельное поручение сохранить, потому что там создавалась российская ракетно-космическая отрасль. Мы во всем этом участвовали, активно помогали. И поэтому довольно, ну, скажем, наверное, позитивно настроены в отношении этих объектов наследия. Но проблемы ЖКХ мы попутно здесь, к сожалению, к счастью, не решаем, потому что каждый должен заниматься своим делом. На это есть другие люди. Прервемся на полторы минуты у нас рекламы и продолжим программу «Урбан». Продолжается программа «Урбан». У нас в гостях Алексей Солнышков и Павел Гнилорыбов. Ну и раз уж мы заговорили о встрече в молодежном центре «Пятый этаж» и лекции, которая там пройдет под названием «Архитектурный» как раз… А, нет, это цикл, так скажем, просветительский проект, да, в рамках просветительского проекта «Архитектурные излишества» будут лекции «Наследие и подлинность», какими запомнится 2010-е «Промышленная архитектура, опыт России, возрождать или сносить и краевединить цифровую эпоху, как выжить между сканвордами и лунным календарем». Если вы позволите, то я хотела бы, конечно, меня больше всего интересует на данный момент вопрос промышленной архитектуры, что с этим делать с промзонами, да, но я, конечно же, предоставлю возможность слушателям узнать вообще, как это все будет происходить, потому что три лекции с шести вечера подряд. Ну, начнем с того, что город, в котором проходят публичные лекции, совершенно не обречен. Вот это не я сказал, это я подхватил у Чехова, когда он ехал на Сахалин, он, не буду говорить об одном дальневосточном городе, сказал «Городишко дрянь, пыльный, женщин не сыщешь», но зато недавно здесь какой-то врач заезжий прочел публичную лекцию, и моментально у Чехова уже впечатление меняется. Поэтому лекции, которые проводятся вне стен университетов, на которые приходят жители, на которые приходят просто вот обитатели окрестных домов, это повод оживить пространство. В Англии очень популярны барные лекции, в Питере они сейчас популярны, в Москве они просто рвут залы. Людям интересно за пинтой чего-нибудь, у нас, конечно, будет другой формат, не алкогольный, но людям интересно, вдруг они в школьной программе какой-то пробел сделали. Мы поговорим об актуальных вопросах и об исторической урбанистике. Самая первая лекция, которая называется как раз 2010-е «Наследие и подлинность», я расскажу о том, что в последние 10 лет в России произошло, какие усадьбы мы утратили, какие приобрели, какие федеральные программы по сохранению появились, какие города вытянули себя за волосы из грязи, а какие, наоборот, в эту грязь удалились. То есть это вот такая попытка сделать Парфеновское намедение только про 10-е годы в России. Мы ведь задумывались, что десятилетие на самом деле подходят к концу, и решили подвести его итоги, ну, может быть, немножко раньше, и дать прогноз, ну, хотя мы уже, прекрасно понимаем, контуры 2019-го в нашей области. Если вы интересуетесь архитектурой и наследием, городской средой, если вы ходили на экскурсии пешком по Вятке, обязательно приходите, потому что в России случилось невероятное количество как печальных, так и, кстати, удивительных событий, очень часто благодаря, очень часто вопреки. На второй лекции, которая как раз Свету больше всего заинтересовала, я хочу рассказать об удачных попытках, это называется модным словом, редевелопмент, возвращения к жизни заводов. Мы потеряли огромный пласт промышленности. Она у нас просила в 90-е годы на десятки процентов. Но ведь это не беда. Ну, это беда социальная, но это не беда архитектурная, потому что в Европе точно так же, например, был кризис угольной промышленности, был кризис металлургической промышленности в ГДР после того, как две Германии объединились в одну. Там до сих пор стоят в Берлине огромные площади бывших промышленностей. Да, но как это решается в мире и как это решается в России, я приведу около 50 примеров. Это действительно решается. И, кстати, например, сейчас даже РЖД создает специальный сайт, на котором можно купить свою водонапорную башню. Я не помню точный адрес, Лёш, не помнишь? Сейчас мы посмотрим. Да, да. В общем, тем не менее, найти это возможно. РЖД распродает непрофильные активы. Если хочешь ты жить, вот мечта, в домике станционного смотрителя у переезда, ты можешь купить этот домик. Это в аренду сдается? Нет, это приобретается в собственности. В собственности. То есть оно уже отчуждается, и РЖД говорит, нам это не надо, ребят. Это находится где-то в тысячи километров от Москвы, и содержать на балансе мы это больше не хотим. Пространство сжимается, вдруг найдется любитель. Еще одна большая проблема. В России ведь нет среднего класса как такового. И самый большой разрыв в мире между доходом населения, условно говоря, глубинного народа, популярного нынче термина, и у 100 тысяч верхушки самых богатых семей. Вот мы очень часто видим, какой-нибудь объект, он на авито висит. Он стоит 20 миллионов рублей. В другой стране и в другое время мы моментально бы скинулись, наверное, и выкупили, спасли. Еще 5 миллионов рублей вложили бы в ремонт. Это не деньги совершенно. 25 миллионов рублей, это копейки. Но возникает ситуация, когда верхи не хотят, они продолжают строить себе дачи в неоклассическом цыганском барочном стиле. Цыганская барокко, не быть ко мне жестоко. А вот мы бьемся за то, чтобы привлечь внимание, а денег нет. И вот как раз про заводы поговорим, что делать с этими тысячами, тысячами, тысячами квадратных метров. И третья лекция будет посвящена уже непосредственно городскому активизму. Как краеведить, это глагол такой, как изучать улицы, как изучать города, как заинтересовывать этим зрителей. Вот, например, моя самая большая гордость – это то, что я напечатал несколько статей в журнале «Телеантенна». Не какие-то там другие регалии, не что-то иное. А мне действительно понравилось, что какой-то журнал, там, тиражом 5 миллионов экземпляров, которые покупает каждая российская бабушка, каждый пенсионер. Я там, конечно, очень упрощенно написал о дачном вопросе, о Серебряном веке. И меня совершенно не смущает, что эти статьи появлялись после сообщений о разводе Петросяна и Степаненко, о новых каких-то программах Николая Баскова. Люди читали, люди задавали вопросы, люди с интересом на это откликались. И вот к гражданскому просвещению действительно большой интерес. Так что пока будет Киров, надеюсь, будут в нём и публичные лекции. Ну, ещё раз напоминаю, весь этот марафон лекций пройдёт 9 марта на Ленина 119А. Это культурный центр «Пятый этаж». Он действительно находится на пятом этаже. Начало 18.00. Вход, не знаю, не написано. Свободный. Вход свободный. Вот, кстати говоря, надо рассказать про режим, в котором пройдут эти лекции. Это очень важно. Ты вот тут подчеркнул, что хорошо, когда лекции выходят из аудитории университетов, вопросы и общедоступными становятся. Вопрос, могут ли подискутировать с тобой, я не знаю, попросить совета, предложить что-то своё, люди, которые туда придут. Не то, чтобы попросить совета, мы будем рады видеть кировчан со своими проектами и подскажем, в какой фонд обратиться, на какую программу возможно подать заявку. Потому что в современной России большое количество различных архитектурных конкурсов, но качество заявок там очень низкое. И мы занимаемся не отбором, мы занимаемся подбором. Часто по пальцам одной руки можно что-то нормальное пересчитать. Поэтому мы будем рады любым вопросам и любым предложениям. И критике, естественно. Павел, а какого рода проекты кировчане могут представить, по каким будете консультировать? Тут, наверное, не совсем такие консультации по проекту. Ну, всё равно просветительская такая момент. Что можно представить кировчанам, которые придут, что вам показать? Понятно, что урбанистика и в том числе... Это любая работа с пространством, это любая работа со смыслами, это любая работа по попытке возродить ту или иную территорию, может быть, вдохнуть в неё какую-то новую жизнь. То есть как облагородить какие-то, скажем, здания в городе, да, каким образом? Как могут люди в этом поучаствовать? Какие ошибки, допустим, что лучше избегать? Нет, ну, мне кажется, можно я за Паше отвечу? Но, понимаешь, если мы сейчас будем уточнять вот эти вещи, мы кого-то будем отсекать, да, и ставить какие-то рамки. Нет никаких рамок. Мы не будем измерять давление и пульс, вот единственное. Нет никаких рамок. Все люди, которые чего-то хотят изменить, и у них есть какой-то творческий порыв, а ещё хорошо, если он чем-то подкреплён, придут и осмысленный какой-то проект действительно озвучат, он может получить и поддержку, и комментарии. Кстати, не только от вас двоих, но там же соберётся аудитория определённой направленности, которая тоже может поделиться опытом. Да, конечно, туда придёт кировская градозащитная, кировская общественная определённая масса, так что мы вместе подискутируем. Мы же не приехали в роли гуру вещать, мы приехали учиться в том числе. Но нам, конечно, хочется уже проектов, нет, не с просчитанными деньгами, нам хочется проектов осмысленных, потому что очень часто человек прекраснодушный, человек, действительно, у которого болит сердце, приходит и говорит, Хорошо бы нам в деревне такой-то церквушку-то восстановить. Ну, мы пожимаем плечами, потому что там шесть человек постоянного населения, храм действительно разваливается, и РПЦ до него доберётся не скоро, а мы не можем дать ему 60 миллионов на реставрацию церкви. Вот, кстати, это был такой рецепт, давал Глеб Тюрин, который приезжал тоже в пятницу вместе с Университетом Комитета Гражданских Инициатив. Он там давал рецепт, как восстановить церковь в отдельно взятом поселении. Вот вы можете зайти на сайт ВЭТГУ и послушать эту лекцию, и услышать, какой там рецепт по поводу церкви. Сейчас мы должны прерваться на новости, тематические программы и рекламу. Напоминаем, что у нас в гостях авторы и редакторы телеграм-канала «Архитектурные излишества». У канала есть свой YouTube-канал, всё правильно. Ещё у нас есть Twitter, ещё у нас есть ВКонтакт. Везде мы называемся «Архитектурные излишества». Добавляйтесь, у нас интересно. Павел Гневарёв, Алексей Солнышков. Вернёмся в начале следующего часа. Урбан. Программа о городских проектах.